В чем дело? Звонила моя сумасшедшая подруга. Она сказала, чтобы я сошла с самолета, потому что у нее такое чувство, будто у нас что-то не так с левым фюзеляжем. Да нет никакого фюзеляжа. Боже мой! В этом самолете вообще фюзеляжа нет? Поменялись планы, сдаем билеты. Чтобы эта фраза не звучала как приговор, разбираемся в тонкостях возврата денег. Начнем с билетов на поезд, самого популярного способа междугороднего передвижения. Если пассажир возвращает проездной документ на протяжении более чем за 8 часов до отправления поезда, то с него удержится только сервисный сбор, комиссионный сбор за оформление возврата в размере 155 рублей в сутки отправления поезда от 8 до 2 часов, то возвращается полная стоимость проездного документа минус 50% стоимости плацкарты. И менее 2 часов удерживается стоимость плацкарты. Оформить возврат можно и на билет, купленный через интернет. Соответствующую функцию можно найти в личном кабинете на сайте РЖД. Денежные средства вернут на банковскую карту в течение 30 дней. С билетами на самолет существует много тонкостей. Есть такие понятия, как возврат авиабилета до вылета рейса, возврат после вылета и возврат, если пассажир не явился на рейс. В случае, если пассажир уведомляет авиакомпанию об отказе от перелета более чем за 24 часа, то у нас складывается такая ситуация, что авиакомпания должна возвратить стоимость авиабилета, удержав те расходы, которые авиакомпания уже произвела. Согласно воздушному кодексу, если пассажир отказывается лететь менее чем за сутки до рейса, то с него удержат еще и топливный сбор. Он по закону не может превышать 25% от стоимости билета. В этой ситуации необходимо внимательно перед покупкой билета изучать правила приобретения и возврата билетов, установленные авиакомпанией. Покупка билета на поезд или самолет – решение, конечно, обдуманное, а вот приобрести его на концерт или спектакль можно поддавшись и минутному порыву. Если зритель по каким-то причинам не может прийти на концерт, ну, мало ли, разные причины существуют, он может вернуть билет по месту приобретения, но если он пришел возвращать билет уже в начале концерта или уже после концерта пройденного, мы не можем принять такой билет, поскольку мы предоставляем услугу, а не продаем товары. Таким образом, обратившись за 15 минут до начала представления, зрителю вернут деньги в полном объеме. А вот возвращать билет на концерт «Звезды» придется по правилам гастрольного агентства. Если вы не смогли посетить все занятия по абонементу в спортивном зале или в бассейне, или вовсе передумали посещать занятия, вернуть деньги можно, главное знать как. Как правило, эту возможность администрация фитнес-клуба прописывает в своем договоре с клиентом. Политика некоторых спорткомплексов подразумевает даже полное возмещение денежных средств по первому требованию. В других случаях придется доказать, что причина уважительна. Да, вы имеете право, первое, по причине заболевания, допустим, при предоставлении с определенной справочки, что вы не могли посещать фитнес-центр, мы продляем на тот период, который вы не посещали. Второе, если, допустим, командировка. Как видите, существует множество вариантов, и прежде чем покупать любой билет, уточните, какие правила возврата действуют в вашем случае. Продолжение следует...